Привет, друзья! Наконец-то я добрался до обзора этой замечательной гарнитуры. Xbox Wireless Headset находится у меня уже больше недели, и мне кажется, я готов полноценно и подробно рассказать про свой опыт пользования данными игровыми наушниками для Xbox и PC. Поэтому присаживайтесь и приятного просмотра! А перед началом видео я бы хотел поблагодарить вас, моих зрителей и тех, кто помог мне купить эти наушники. Если бы вы не надонатили мне на стримах, то я даже и не знаю. Вряд ли бы я смог их купить себе раньше, чем в конце этого года. По сути, вы сделали так, что мой день рождения настал намного раньше. Спасибо вам огромное! И отдельное спасибо я хочу сказать Сергею и его сыну Всеволоду, которые помогли мне купить их через Европу, и по сути, они появились у меня раньше, чем их завезли в наши магазины. В общем, вам тоже, ребята, огромное человеческое спасибо! Итак, давайте начнем с упаковки. Наушники запакованы достаточно стандартно, ничего особого в самой коробке нет. Внутри самое главное, это наушники, кабель USB Type-C и макулатура. Сама упаковка напоминает мне то, как, в принципе, упаковывают геймпады Xbox. В общем, все стандартно и не вычурно. Сама коробка, кстати, порвалась, но не по моей вине, ребята на почте немного перестарались, когда срывали защитную картонку. Но, в принципе, я подклеил и норм, вроде получилось аккуратно. И прежде чем мы перейдем непосредственно к наушникам, давайте обсудим вопрос цены. Официальная стоимость данной гарнитуры 100 долларов США или 100 евро в Европе. Но рассчитывать прямо на эту стоимость не стоит, так как что в Америке, что в Европе сверху всегда накидываются налоги, и наши регионы не исключение. В России, например, данные наушники продаются за 9 600 рублей или 120 долларов с учетом всех налогов. Из Европы мне их отправили за 4000 гривен, что равняется 122 евро. Это именно столько, сколько они, собственно, и стоят на прилавках Европы. В наших магазинах я сейчас вижу разные цены, но в среднем это 4 или 4 300 гривен. Поэтому, несмотря на официальный ценник в 100 долларов, всегда учитывайте сверху налоги и накрутку местных магазинов, особенно в странах, где эта гарнитура продается неофициально. И в результате, если видите стоимость этих наушников до 140 долларов, имейте в виду, что это нормальная цена. Итак, что мы получаем за наушники, которые стоят, я буду говорить за свой случай, 140 долларов? Самое первое и самое главное, это полное отсутствие какой-либо головной боли с выбором беспроводной полноразмерной гарнитуры для Xbox. Если раньше приходилось ломать себе голову, какие наушники купить, какие подойдут, какие не подойдут, какие имеют поддержку специального протокола беспроводной связи Microsoft, а какие нет. А ведь это реальная проблема на самом деле. Я знаю кучу случаев, когда люди заказывали беспроводные наушники, а в итоге оказывалось, что они тупо не подходят для Xbox, так как у них нет того самого протокола Microsoft. Поэтому теперь париться не нужно. Если у вас есть бюджет на наушники, покупайте именно эти. Они идеально подходят для Xbox во всех аспектах. И вот почему. Во-первых, они имеют отличное качество материалов. Microsoft не стала пользоваться своим положением и своим именем и пихать в них какой-то дешман. Со словами, якобы это специализированная гарнитура от Xbox, ее и так купят. Все материалы, которые в них используются, очень качественные. И Microsoft сделала все на совесть. Тут я похлопаю. Они очень удобно сидят на голове. И больше всего я переживал, чтобы они не давили мне на уши, так как у меня они достаточно большие. Ну и я сам по себе высокий, соответственно, часть тела у меня пропорциональная. Поэтому, что касается качества, я не сомневался. Но вот за то, что они лично мне будут давить, у меня были большие опасения. Но в итоге, они идеально ко мне подошли, даже с небольшим запасом. Поэтому, если вы переживаете и у вас тоже большие локаторы, вообще не парьтесь. Ну, в крайнем случае, если у вас там очень большие уши, всегда можно вернуть в магазин обратно и уже что-то подбирать другое. Но в 99% случаев все должно быть окей и не переживайте. Во-вторых, они идеально синхронизируются и работают с Xbox. А благодаря специальному протоколу беспроводной связи, соединение крепкое и у них нет какой-либо задержки звука. Кроме того, помимо специального протокола беспроводной связи Microsoft, они поддержат еще и Bluetooth соединение. То есть, по сути, вы можете в них играть и одновременно подключиться условно к телефону, и общаться с друзьями через Discord, или же слушать музыку на телефоне, отвечать на звонки и так далее. Вообще, за такую стоимость, я не знаю, существуют ли другие аналогичные наушники с таким набором функционала. Мне кажется, такие наушники из-за такой бюджета, это действительно редкость. И если с функциональностью и комфортом мы разобрались, то что касается, наверное, самого главного, звука. Говорю сразу, ребята, звук хороший. Они фигачат, дай боже. Но для этого их надо поднастроить, так как прям с коробки они звучат не очень. Ну, вернее, как сказать, не очень. Просто с коробки и с заводскими настройками у них слишком завалены басы, которые могут перебивать все остальные звуки, как по мне. Я даже поначалу слегка расстроился, если честно. Ну, пока не разобрался. И нет, я не говорю, что это прям обязательно плохо. Возможно, кому-то это даже по кайфу. Но для более гармоничного звучания я советую зайти в эквалайзер и поиграться с их настройками. Итак, для того, чтобы попасть в эквалайзер, вам нужно зайти в приложение аксессуары на Xbox и выбрать наушники. Там есть много разных настроек, в которых вы можете посидеть и поиграть, как вам больше нравится. Но в данном же случае выбирайте эквалайзер. И ставите, как у меня. Я долго подбирал и искал правильные пресеты. И в итоге мне понравился вот такой. Можете выставить все так же, как у меня. Или можете поиграться самому. Данный пресет я нашел у западных журналистов. И он мне понравился больше всего из того, что я опробовал. В общем, поставили? Хорошо. Но это еще не все. Дальше, наверное, самое главное. Качайте приложение Dolby Access. Оно есть в магазине. Заходите в него, регистрируйтесь. И в результате, если ваши наушники подсоединены к Xbox, вам дадут пробный период Dolby Atmos на полгода. Если хотите, можете сразу купить. Лицензия навсегда стоит вроде бы около 15 долларов. Но как бы там ни было, если сейчас нет денег, обязательно скачайте это приложение и пользуйтесь полгода пробным периодом. Дальше заходите в настройки и выбирайте игры. В этом подменю есть два режима. В режиме производительности наушники будут максимально настроены для мультиплеерных забегов, где точность и позиционирование выводятся на первое место. Когда я играю в Apex, я включаю именно этот режим. А для одиночных проектов я советую отключать режим производительности, так как звук действительно становится богаче. И когда я играю в одиночные игры, я ставлю режим гармоничного звука. Мне он понравился больше всего. Вы можете по своему вкусу поиграться с этими режимами и выбрать то, что вам больше понравится. И в конце не забудьте обязательно нажать кнопку применить в самом низу, чтобы настройки сохранились. И вот только после того, как я настроил вот таким образом наушники, я понял, насколько же это обалденная гарнитура и насколько круто они валят. Поначалу я слегка расстроился, но сейчас я даже не знаю, нужно ли что-то еще лучше или дороже, нежели эти наушники. Я не знаю, как вам описать звук, но ребята, басы просто жесть. Вот, к примеру, Gears 5. Я не знаю, как это объяснить, но когда прям какой-то дикий экшен начинается, взрывы, выстрелы или когда в игре попадаешь в какой-нибудь шторм, то наушники прям вибрируют внутри и очень натурально передают происходящее. Когда проносится сильный выстрел или опять же ураган задувает, то наушники так вибрируют, будто реально это рядом с тобой происходит. И ты буквально ощущаешь это. Из-за этого даже бывает такое чувство, что амбушюры тупо начинают отскакивать от головы. Это создает такой крутой эффект присутствия, когда взрывы будто прям рядом с тобой. Это определенно способствует погружению, поверьте. В общем, что касается звука, то на свои деньги они звучат более чем. Даже не знаю, можно ли что-то аналогичное по этой стоимости купить. Та и нужно ли, когда есть эти красавцы. В следующих, наушники реально удобны. Не только в плане, как они сидят на вас, но и в плане использования. Вот, например, элементарное управление звуком. Очень круто и удобно реализовано. Если вы чувствуете, что эффекты прям начинают валить сильно, достаточно просто прокрутить правое колесико вверх или вниз, и таким образом вы либо увеличите, либо уменьшите громкость. То есть вам не надо лезть и искать пальцем нужные кнопки вслепую, или лезть в меню и искать нужные настройки. Если вы чувствуете, что звук начинает прям слишком наваливать, тупо скручиваете его. Если в какой-то момент хочет, чтобы поднавалило, вкручиваете вверх. Это занимает буквально доли секунд. И абсолютно не отвлекает от процесса погружения в игру. То же самое касается и аудио чата с тиммейтом. Если кто-то из ваших сопротивцев начинает сильно орать, элементарным движением убираете громкость, или наоборот добавляете. Это прям реально удобно. Я не знаю, что еще добавить, ребят. Уши реально крутые во всем. Если вы ищете или ждете какой-то подвох, то я не знаю, его нет. Да, возможно, у них не настолько чистое звучание, как у более дорогих моделей. Но все равно звучат они суперски. И особенно басы. Если бы у меня сейчас лежали 140 долларов, и мне нужны были бы наушники, я бы, не задумываясь, снова отдал бы за них деньги. И хочу добавить, что, несмотря на то, что это первая беспроводная гарнитура у Xbox, майки выложились на полную и подарили действительно качественный продукт для своей экосистемы. В общем, вот такое видео и вот такой мой опыт пользования, ребята. Если кто-то еще сомневается в них, не сомневайтесь, берите и не заморачивайтесь. А тот, кто уже пользуется, пишите про свой опыт, очень интересно почитайте, возможно, вы также чем-то поможете другим. И спасибо большое за просмотр, надеюсь, видео вам понравилось и было полезным. Подписывайтесь и до встречи на стримах и в новых видео. Пока!